Каналы проверены, ускорители проверены, диафрагмы проверены. Вплотную, ребят. Все, иголка идеальная, смотрите, видите, продавливается. Видите, да, то есть, видите, продавливается. Это очень важно. Открываем крышечку. Ну вот, ребят, ровно пол-полщи. Катушка исправная, провода исправны, бегунок исправный. Видите, как хорошо, как хорошо иметь современную технику. Не надо проверять ничего вручную, все показывать сразу. Вот, ребят, как она заводится. Слышите, да? Вот так вот. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что у вас случилось? Холостой ход, высокий, на своем, да. То есть, высокий холостой ход, да, вот, сказали. Да, на холодную, на подсосе заводится, ровно работает. И потом начинают падать обороты. И вплоть до того, что она просто глохнет. Начинаю ее подвыкнивать, выдергивать, она чуть-чуть приподнимает, начинает троить. Еще хуже, да? Еще хуже становится. И по итогу, пока ее или не прогазуешь, нормально потом может начать работать. Ну, или сама постепенно восстанавливается. Понятно, а по мощности как? Сейчас еще проблема, значит, на разгоне, когда газу побольше нажимаешь, провалы не такие, что она просто как бы так проглатывает. А как будто глохнет. Ну, то есть, мощности, короче говоря, и мощности не хватает, да, то есть. Я вот не могу это сказать, как бы, мощности не хватает. Ну, провал, да, она как бы втыкает прям и начинает опять ехать, втыкает, начинает ехать. Понятно, ну, это не издал, правильно? Ну, понятно. Все понятно. Друзья, всем привет, вы на канале Владимир Шнарев, дневник автодиагноста. Вот вы видели, приехала, заехала четверочка, просит помощь, давайте поможем. Так, давай. Так, что у нас стоит? Нас стоит озон. Видите, сейчас это уберем, я еще. Зима впереди, чистый воздух, снежок, а мы будем связаны тряпкой ездить. Ну, во-первых, сразу вас хочу за ругать за холостой ход. Понимаете, стоит на холостом ходу, это плохо. Стоять? Да. Я имею в виду, что, ну, есть необходимость есть, а вот так просто холостой ход, это зло, понимаете? Угу. Поэтому, то есть, на мажете, на мажете, на мажете, на мажете, на мажете, на мажете, на мажете. У меня есть, на современном машинах, там, есть изменения, фаз, даже распределения. И там, изменения, фаз, как и не будет. подстраиваться под холостой ход на этих машинах нет такого поэтому и делаем чуть чувство было хорошо холостому и чуть-чуть мощности было понимаете и поэтому смесь очень богатая для того чтобы холостой ход выжил на больших точек прет поэтому смесь обогащенная поэтому не надо это забивается свечи то есть нежелательно на этих машинах поэтому не злоупотребляем я не говорю что не пользоваться конечно надо то смотрите все разграблено то есть вы же знаете что должен быть чтобы стоит работал электронный блок управления экономайзера принудительно холостого хода необходимо вот видеть целая конструкция то есть специальный пневмопривод пневмоклапан пневмо микро переключатель вот здесь все это разграблено но микро снимайте пожалуйста то есть понимаете да он ничем не управляет да да вытаскиваете вот такой должен стоять понимаете да пневмоклапан стоять электропневмоклапан от него должны трубочки идти а он управляет этот электро электронный блок управляет уже экономик топлива ну ясное дело что не было никуда просто берет энергию все поэтому мы его сразу включаем его надо будет установлен со временем это экономия топливо только на мощность не влияет топишь economizer не будет пока за не экономит а у вас у вас в салоне вот трубочка видите это туп нравится это экономика он пропал анализирую и разрежения вам показывает какой мощностной режим экономия но не нужно жесткой вне дома pronto да это экономизер вот этот экономик конкрет тот показывает какой режим экономич к а этот экономит дорогие друзья если вы смотрите это видео значит вам интересна эта тема огромная просьба обязательно подпишитесь на канал нажмите колокольчик напишите комментарий больше четырех слов это очень поможет продвижению канала заранее благодарю давайте сделаем хомутики кругом жгутики хомутики не люблю эти гадости ну чтобы вам не держать я эту гадость сниму к сожалению потому что иначе вам придется практически сейчас держать на весу чтобы хотелось бы вас мучить снимаем тягу так вот все ну что по уровню уровень чуть рисковатый но не сильно работа ускорительно соуса такая хорошая струйка вот сюда мы не полезем единственно что мы сделаем подтяжку друзья вот так подтянем сейчас так подтянута хорошо все замечательно ну что дальше давайте проверим состояние как заслонки у нас набираем немножко в принцессу бензина выливаем так что мы видим бензин ребят стоит хорошо заслонка закрыта герметичная то есть на карбюраторах озон вы знаете система асэ х х а автономная система холостого хода то есть заслонки на холостом ходу закрыты полностью герметично и а смесь приготавливается по отдельным каналам единственный вопрос они герметичны но хорошо ли плавно они то есть не заедают ли они это мы с вами проверим потом так как раз наступят какой нас мотор стоит странно ребята мотор третий так а какой он сказали мотор вас стоит чем отличается 5 7 вот то есть видите какой винт здесь стоит видите да какой винт стоит здесь холостого хода какой стоит джеклер холостого хода а должен стоять вот седьмой карбюратор видите какой винт стоит должен но здесь или клапан или или держатель жиклера вот большой поэтому карбюратор 5 дальше смотрим смотрим что у нас здесь но и аппарат 5 карбюратор сейчас мы конечно отрегулируем все нормально будет но полной мощности всего не возьмете понимаете меня да будет прекрасно ездить будет но полная мощность у него по них не хватит то есть 5 карбюратор он рассчитан на двигатель 1200 1300 седьмой карбюратор рассчитан на троечный мотор на шестерночный 1500 1600 понимаете да все холостой ход запуск все будет идеально но если вы не таскаете там прицепы в принципе вам этого хватит теперь нужно прочистить джеклеры чтобы прочистить джеклер друзья надо что сделать надо вывернуть этот джеклер почему потому что он длинный если я буду его очищать то упрут в него поэтому его убираем спичку карбоклинер и начинаем так давайте сразу протрем мне потом в руках не держать и не чистить вот так видите как удобно берем зубочистку и начинаем чистить чисто-чисто что-то же клеры понятно 170 большие думаю что такое а ну продувал понятно но вот видите вот еще есть немножко чистенький так ребят давайте убираем 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 трубочки одну вторую поехали чисто да товарищ чистил здесь и здесь дефузоры стоят все правильно мало и все замечательно теперь дефузоры сухие можно смело брать руками так первичная и раскладываю сразу по порядку и вторичная предложил первая камера вторая камера продукта конкретно и все вот и все продувочные места можно собирать прочищаем горит от карбюратором нет просто вам кажется над карбюратором я рядом так что очистил продукт берем стекло увеличить и начинаем смотреть отверстие насквозь отлично отлично бывает заусенцы да к сожалению в россии бывает так что делали отверстие то донышко до конца сверло не дошло не отвалилась но бывает засоренный то есть я ставлю четырьмя отверстиями в сторону диффузора то есть ведь терный более темный первичный камень стоял туда и поставим его четырьмя отверстие сторону мало диффузора видите да направляем об все там мужик леры берем топливный так сложен 107 замечательно для пяталка и 162 162 ребят все чистенько 162 вставляем и 107 вставляем так и сто седьмой вставляем насквозь обязательно смотрится чистота так он гром гремит льет грибы и 170 2 170 ребят два первую вторую камеру два воздушника 170 все можно собирать потом простой ход начинаем первички 107 и вторичка 162 так дальше здесь так здесь 170 первичку завернули хорошо и вторичка 170 вот и все так все продолжим теперь смотрим жиклер холостого хода ну они все одинаковые пятидесятые пятидесятые так все нормально главное насквозь посмотреть отверстие четко все отверстия не рассверлены и давайте сразу его продуем так он чистый поэтому я не боюсь занести грязь вставляем его затягиваем и забываем принципе вот ребят вся работа со средней частью вот вся работа каналы проверены ускоритель проверены диафрагмы проверены так что работы немного теперь займемся крышкой во первых сразу на подбить жиклёр иконостат то что по ним я бью не волнуйтесь жиклёр там внутри выпуска не запрессовывается поэтому навредить я не могу дальше смотрим что здесь у нас подтяжку делаю продувать я продуваю давайте посмотрим зазор какой стоял ну чё ребят видеть зазора нет уровень чуть-чуть был большого вот пожалуйста то есть зазор стоит поняли да неправильно теперь смотрим состояние иглы обязательно достать иголочку вопрос не простой помогите пожалуйста подержите вот так вот сейчас я возьму тут первых очки надо тут чуть-чуть не надо усилить тут мизерный не надо буквально здесь только задеть мне не могу зацепиться спасибо зацепиться не могу так вытаскиваем ось снимаем смотрим иголку так ну что сказать друзья выработка большая выработка большая поэтому пойду сделаем есть у меня видео как как я реставрирую иглы пойдут реставрирую иглу то есть называется сам на самом деле реставрирует буду я седло запорные иглы карбюратора озон есть у меня видео посмотрите кто как я на станке провожу ну будем реставрацию иглы довожу за состояние новый ведь какая-то такая там чернота потом сниму это после того как обработать то есть чтоб вы поймете как там теперь заблестела то есть от овцану убрал следы износа я продуваю здесь 8 атмосфер поэтому я не разбираюсь есть у меня видео где я сто раз показываю почему я не разбираю фильтры не правильно люди на что хватает ума только и захвастаются тем что я этим не занимаюсь обязательно шайбочка все продуктах продул все и заворачиваем заворачиваем обязательно за кисах слабо затянут что обратите внимание я не снимал иголку теперь поплавок видите еще раз показывать вот здесь бензин здесь нет бензина уже пошли течь течь по пайке появляется течи бензина к сожалению все приходит все всему есть срок службы так забиваем вот почему я это иголка отработают водокод если я бы снял потом как попала поставил она бы не держала мне нужно чуть-чуть подогнуть поплавочек так вот чуть-чуть хоп то есть таким образом выставляется зазор смотрим раз есть большая вата можно надавить на этих карбюраторах можно дать просто игла металлическая вот пожалуйста зазор нормальный второй зазор почти нормально подожму чуть-чуть и все будет хорошо так так вот второй зазор у нас то есть один зазор и второй зазор теперь уже не касается все вплотную все иголка идеально смотрите продавливается видите да то есть видите продавливается это очень важно шарик который подпружинен это там где пирующие устройства это очень важный момент давайте посмотрим чуть-чуть шевельнулся и последнее что я делаю проверяю диафрагму пускового устройства то есть вот отверстие я готовлюсь нажимаю отпускаю слышки реакции вот даже эта малейшая реакции мне хватает что там герметично то есть диафрагма хорошая целая поэтому я обнять ее не буду вот и с крышкой покончено теперь просим клиент уважаемого сесть за руль плавненько нажимаем на газ до полика плавненько смотрим сюда так 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 до полика нажали смотрите упор видите он дальше не идет отлично и теперь смотрите то есть я проверяю работ вот помните говорил она герметичная но вот таким образом я проверяю что она не закусывает вы поняли то есть она держит бензин но она не заклинивает качайте пожалуйста бензонасос смотрим струю ребят все спасибо струя мощные хорошие а где то том что фильтры что фильтр и в бензобаке есть сеточка и вот он фильтр стоит правильно и в бензонасосе сеточка так что все чисто поэтому туда лезть я не буду ставим нашу крышечку так ставим шланг включаем двигатель отсоса как газов выхлопных смотрите ребята я держу пальцем здесь и держу а сам даю даю нажимая на педаль газа старте до садится не надо прям дать и старте не трат проверили да да вот ребят старте заводит открываем крышечку вот ребят ровно пол полочки видите клиент видит а то блики говорят да не пол полочки вот вот вниз вот вверх видите ровно пол пол так друзья закрываем все соберу я без вас с карбюратором практически все сделано да теперь я в нем уверен но вы знаете что карбюратор это пол дела еще очень важна система зажигания поэтому давайте выставим давайте проверим силу искры где искра ну и так далее как работать центробежно как вакуумный подкатил мотодок 3 подключим сейчас датчики проверим кардиограмму с ними это у нас точка отсчета так называем синхронизация это у нас общий сейчас он заведется у нас не обращать внимание на бардак потому что теперь у меня здесь и осциллограф и сканер для инжектор для иномарок сгорел сгорел у меня компьютер второй который был так что пришлось все кучу скидывать открываем наш осциллограф так называемый мотор тестер так третий канал заводи машину ну что повезло здесь все хорошо но делай перегазовку ну что ребята слава богу повезло здесь все замечательно давайте вернемся назад мне интересует место перед поднятие оборотов 800 и так далее нет все-таки все чудненько все чудненько все великолепненько обороты повышены сейчас мы их убавим все замечательно все с высоковольткой все отлично то есть напряжение у нас 7 киловольт катушка исправная провода исправный бегунок исправный ведь как хорошо как хорошо иметь современную технику не надо проверять ничего вручную все показывать сразу подсоединил плюс-минус включил стробоскоп подсоединил датчик стробоскопа отключая обязательного для проверки я вакуумный шланг вакуумного корректора заводим машинку ставьте дайте делаем вот так раз сделал зажигание кожи теперь зажигание в норме наверно не видно ничего сейчас проверим центробежное автоматопережение зажигания славненько нажимаю должно поднимать метко кверху замечательно теперь надеваю вакуумник еще раз теперь должно скачком быть метко кверху видели скакануло еще раз нажимаю чуть-чуть вот он скачок то есть вакуумник работает все идеально смазываем трамблер наливаем полный так 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 вот видите через верх пошел и закрываем пыльничек как я выставляю зажигание ребята то есть значит я делаю брод примерно 900 800 до дальше стробоскопом выставляю чтобы метка на шкиве коленвала совпало со средней меткой на корпусе двигателя на передней стенке верхняя короткая метка это очень ранее зажигание среднее то нужное зажигание те самые 6 градусов нижняя метка длинная самая длинная это верхняя точка поэтому вставляю по средней метки дальше при снятом вакуумник еще раз подчеркиваю потом плавно подымая обороты метка должна плавно подыматься ну примерно вот настолько то есть не надо там сантиметров ну на на 30 на 40 должна отработать кверху вот при сбросе газа плавно вернуться назад после этого одеваю шланг вакуумного корректора чуть-чуть открывает заслон чуть-чуть подбрасывает метку кверху буквально там на 10 миллиметров вот так просто регулируется ну и максимальный оборотом выворачиваем не эти богатит смесь я заворачиваю теперь подымается смесь объединяется и прибавляет вот богатая смесь была смесь какая богатая смесь была ребята вот так а другу чуть-чуть маловато добавляю обороты вот так вот до 800 и снова винтом качества винтом качества смеси что делаю еще раз ищу горошку видите прибавила и чуть-чуть убавляю заворачивая чуть-чуть убавляю еще раз подчеркиваю как я регулирую пусковое устройство сначала я вытаскиваю ну будем подсос до конца придерживая заслонку пусковую то есть открывая принудительно ее добиваясь оборотов примерно три с половиной тысячи понятно да то есть у меня период заслонка приоткрывается на три с половиной тысячи дает обороты чертки вы при исправном карбюраторе бензонасосе при исправном трамблере то есть чтобы зажигание выставлено можно как угодно регулировать пусковое но если неправильно стоит зажигание понимаете это все идет чертовой матери насмарку понятно да сначала выставил обороты потом дальше что делать потом отпускаю заслонку и вы видели маленько оброты упали смесь обогатилась слегка оброты упали то есть на горячую да это было жирно это была богатая смесь оброты упали а на холодную это будет праздник меня часто спрашивают как ты там крутил ты покажи как она едет давайте прокатимся давайте проедем посмотрим что с ним получилось вторая передача нам надо развернуться тут какая-то кляча ползет лучше надел на дочек понятно с динамика видите да теперь самое интересное передача 3 скорость очень маленькой там 5 километров и плавника на газ где нажимая на газ не должно быть ни рывков не провалом что мы видим эти передачи все системы включается постепенно перекрывает друг друга я бросил газ я нажал провалов не бросил газ опять я мочу ну вот видите все нормально видите да динамика есть машины здесь все нормально машина не стало хуже нет залога лучше но и замечательно вот ребят как она заводится так вот сами все видели все получилось огромная благодарность за комментарии за лайки обязательно не забудьте подписаться с вами был ваш автодоктор владимир шинарёв здоровья вам и ваша машина а